МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа КРИК. Криминал-комментарии. В студии Иван Беречевский. Здравствуйте. Сегодня вы увидите... Скупой платит дважды. Владелец популярного клуба любил получать, но не желал отдавать. Сколько фискалам задолжал нерадивый ресторатор? Злополучный рейс. Усинский суд приступил к рассмотрению уголовного дела по факту жесткой посадки в аэропорту самолета одной из российской авиакомпании. Кто оказался на скаме подсудимых? Вероомные лжебанкиры. В коме телефонные аферисты продолжают опустошать банковские счета доверчивых граждан. Как не стать жертвой наглых обманщиков? В Усинском суде началось рассмотрение уголовного дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Речь идет о жесткой посадке в аэропорту самолета одной из российских авиакомпаний. Пассажирский Боинг к рейсам Москва-Усинск в феврале прошлого года при приземлении сломал шасси и по сути покатился по взлетной полосе на фюзеляже. Только благодаря чуду удалось избежать гибели 94 пассажиров и пяти членов экипажа. Что случилось на аэродроме, расскажет Евгений Стокос. Это у нас взлетно-посадочная полоса, аэропорт Усинск. То есть у нас получается самолет развернут практически поперед взлетно-посадочной полосы в западном направлении. 9 февраля прошлого года на аэродроме Усинска нештатная ситуация. Самолет рейсом из Москвы лежит буквально на пузе. Переднее шасси на месте, но сильно повреждено. Одно заднее сильно деформировано, другое оторвано и валяется вдалеке. Правая опора шасси отсутствует. Вырвана. Находится в верном торце. Левая опора шасси сорвалась со штатного места, загнула назад. Тормоза неразрушены. Правый двигатель, вентилятор не поврежден, лопатки на месте. Как видим на правом полугрыле, вся механизация выпущена. Посадочное положение имеется. Девять правого двигателя также открыт, тормозил до упора. Соответственно, это прямая тяга. Когда он открывается, тяга идет вот сюда. Несмотря на сильные повреждения, которые привели самолет в полную негодность, пассажиры и члены экипажа, как говорится, родились в рубашке. Жесткая посадка обошлась без серьезных разрушений салона, пожара и тяжелых человеческих травм. Пассажиры поначалу даже не поняли, что произошло. Когда мы заходили на посадку, лично я почувствовал сильный вертикальный поток, что нас сильно опустило, приземлило. После чего последовал жесткий удар. Некоторые полки открылись, там с рук вещи повыскакивали. Супруга сидела рядом с иллюминатором, она мне сказала, что мы, по-моему, едем на пузе по полосе. Понял, что, ну, видимо, что-то не так. В самолете началась паника, люди начали вставать, собирать вещи, кто-то там одеваться. Ну, какой-то молодой человек там встал, закричал, что все успокойтесь, ну, не надо паники, сами знаете, что будет. Призыв мужчины пассажиры услышали, сели и стали ждать указаний экипажа. Но когда кто-то увидел, что на асфальте растеклась какая-то жидкость и предположил, что это топливо, паника началась вновь. Командир судна объявил эвакуацию, через надувные трапы люди стали экстренно выбираться с воздушного судна. Не все успели захватить с собой верхнюю одежду и в итоге оказались на улице в 20 градусов мороза. Покинули самолет, отошли от самолета. У нас такая небольшая толпа образовалась. Все стояли, ждали. Надеялись, что подадут какой-то автотранспорт, чтобы нас доставить. Мы находились, как я понял, на краю полосы. Кто не подъехал, было очень холодно, был очень сильный ветер. Люди пошли уже пешком к аэропорту. Увидел, что у ребенка белые руки. Я понимал, что она их просто отморозила. В суете просто не смогли до конца одеться. Мы с супругой вообще раздетые были, укутали ребенка. Ребенок у меня получил обморожение второй степени обеих кистей. Проверкой авиационного инцидента занялась комиссия экспертов МАК и следователи СКР на транспорте. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших крупный ущерб, возбудили уголовное дело. Обвинение предъявили и командиру самолета, и инженеру по эксплуатации аэродрома. По версии следствия, инженер по эксплуатации аэродрома 9 февраля 2020 года достоверно знал о наличии снежного брустера перед порогом взлетно-посадочной полосы и не принял мер по его очистке. Он не закрыл аэропорт на прием и выпуск воздушных судов. Командир самолета при заходе на посадку в аэропорту Усинского допустил недолет на 32 метра от торца взлетно-посадочной полосы, что повлекло столкновение со снежным брустером и повреждение борта. По требованиям безопасности, 50 метров до и после взлетно-посадочной полосы должны быть свободными на случай экстренной посадки. В реальности было всего 10 метров. Именно снежный бруствер высотой в метр задел самолет при приземлении. Инженер аэродромной службы вину признал. А вот командир воздушного судна с выводами следствия не согласился. Значит, утверждая, что он сел на взлетно-посадочную полосу, происходящее случилось вследствие жесткой посадки. То есть он отрицает то, что не долетел до взлетно-посадочной полосы, что стойками шасси зацепило снежный бруствер. Первая изначальная версия у него была о сдвиге ветра. Сдвиг ветра образуется как раз при сильном ветре, меняется плотность воздуха, получается неконтролируемый спад высоты самолета в данном случае. Обоим фигурантам грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы. Вопрос, будет ли страховая компания, которая компенсировала авиакомпании убытки в 102 миллиона рублей, требовать их возмещения у обвиняемых, если их осудят, остается открытым. Столичный полицейский разыскивают велосипедистку, которая 11 июня въехала в автомобиль Рено Логан. Инцидент произошел в 10 часов вечера во дворе дома 32 по Сысельскому шоссе. По предварительным данным, женщина не справилась с рулевым управлением и врезалась в припаркованный седан. В результате ДТП кузов автомобиля получил различные повреждения. Владелец машины попросил женщину дождаться приезда полицейских. Однако выполнять эту просьбу велосипедистка не стала, а вместо этого поспешила скрыться до приезда правоохранителей. В ГИБДД проводится административное расследование. Сейчас стражи порядка устанавливают личность беглянки. Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, силовики просят сообщить по телефону, который вы сейчас видите на экране. В Ухте завершено расследование по факту производства и реализации контрафактного алкоголя. Местный житель на протяжении пяти лет из-под полы продавал самогон с различными вкусами элитного алкоголя. Из собственного гаража мужчина устроил мини-завод, самоделом торговал там же. Как пожилой бутлегер потерпел фиаско, расскажет Михаил Олипченков. Ужасаясь, да, 70-80. Ну, подъемник не поставишь. Подъемник не поставим, да. Негласно. Это не гараж, а настоящий самогонный цех, сообщили бдительные ухтинцы в полицию. Для проверки информации оперативник берет скрытую камеру и под предлогом аренды помещения идет в указанное место. Быстро входит в доверие и просит показать, как все устроено внутри. Но обсуждение самого гаража длится недолго. О, ничего себе. Понюхай. Да? Понюхай. А можно открыть? Нет, тебе подряд. Да, и не ухай. Попробовать-то можно? Короче. Или как? Попробовать, мне бесплатно. Бесплатно, да. А этот себе взять, нет? Информация подтверждается. Спустя некоторое время сделать контрольную закупку отправляются уже борцы с экономическими преступлениями. Окей. Все, здоровее. Сидай, пока. После контрольной закупки тут же заходят полицейские. Но самогонщик словно забывает о только что проданной бутылочке крепкого. А то, что реализуете вы? А я не реализую. Как ты реализуешь? Не реализуешь? Не реализуешь, да? Не реализуешь людям. Понятно. Понятно. А почему нет? Замечательно. Но перед фактами мужчина все же не устоял. Во всем сознался и рассказал историю своего нелегального бизнеса. Изначально гнал самогон исключительно для себя. Затем знакомым и знакомым знакомых. За пять лет масштабы производства выросли. Мини-завод бутлегера состоял из двух огромных дистилляторов и внушительной системы охлаждения. А количество и разнообразие напитков удивило даже полицейских. Установлен житель города Ухты, который из собственного гаража осуществлял реализацию спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Под видом различных брендовых напитков. Таких как водка Белуга, Абсолют, коньяк Хеннесси, виски Макалан и других. В ноябре 2020 года в ходе осмотра места происшествия у него изъято 588 литров готовой продукции, а также оборудование для ее изготовления. Для того, чтобы вкус и цвет напитка походил на именитые бренды, пенсионер добавлял спирт, водяные основы и различные ароматизаторы. За производство и продажу контрафактного алкоголя ему грозит до трех лет лишения свободы. Заплати налоги и спи спокойно. Один из самых известных клубов Сыктывкара с историей в 10 лет мог прекратить свое существование. С самого открытия этот клуб пользовался у сыктывкарцев и гостей столицы популярностью. И можно только предполагать, сколько денег за всю историю заведения оставили в баре его посетители. Однако налоги владелец по какой-то причине не платил, до тех пор, пока долг не вырос до миллиона 700 тысяч рублей. В итоге налоговики обратились к судебным приставам. Мы возбудили из полупроизводства, уведомили должника. Должник не оплатил законные пять дней. После этого вынесено было постановление о взыскании из полусбора, которое тоже не было своевременно исполнено. Был наложен арест на имущество должника, на здание и на землю. Потом мы обратились к оценщику, чтобы оценили это помещение. После оценки мы передаем уже на торги. Чтобы не потерять золотую жилу, должник все же заплатил по счетам. Помимо налогов ему также пришлось оплатить исполнительный сбор, своего рода штрафную санкцию. 157 тысяч рублей. За одни сутки сразу два жителя Воркуты стали жертвами телефонного мошенничества. Схема обмана была одна и та же. Жабанкиры сообщили, что на имена жителей Заполяря оформлены кредиты. Денежные средства нужно перевести на безопасный счет. Таким образом потерпевшие отдали аферистам более 200 тысяч рублей. Как не стать жертвой наглых обманщиков, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Желесова. О мошенниках и мошенничествах слышал, пожалуй, каждый житель нашей республики. Все СМИ пестрят новостями по данной тематике. Полиция рассказывает о мерах осторожности при общении с незнакомцами. Активисты информируют граждан о всевозможных видах обмана. Но, несмотря на всю огромную профилактическую работу, жители региона день за днем переводят аферистам огромные суммы. Жителю Книжпогодского района позвонили неизвестным. Вначале собеседники представились работниками банка и сообщили, что его карту необходимо заблокировать и переоформить. Иначе злоумышленники могут похитить деньги. Далее звонившие посоветовали обратиться в полицию, куда и отправился пенсионер. Однако сразу же поступил новый звонок от якобы стража порядка. Лжеправоохранитель заверил, что лучше не терять времени зря и сразу выполнить все инструкции специалистов. Мужчина опрометчиво последовал всем рекомендациям, переведя на пять номеров мобильных телефонов 130 тысяч рублей, которые копил не один месяц. Еще раз напоминаем жителям Коми. Не доверяйте мало знакомым людям, которые под самыми различными предлогами ходят к вам доверие. Не переводите денежные средства на сомнительные счета по просьбе незнакомых вам людей, кем бы они ни представились. Сотрудниками полиции, прокуратурой, судом. Если речь идет о переводе ваших накоплений куда-либо, кладите трубку. Жительница Печоры подыскивала себе в интернете подходящие для нее вакансии. Она связалась с автором одного из объявлений, который представился кадровиком крупной компании. В ходе беседы тот пообещал, что устроит ее работать в хорошую фирму и запросил данные паспорта. Ничего не заподозрив, горожанка выслала ему необходимые сведения. После этого через мобильный банк в телефоне женщина увидела, что неизвестное лицо оформило от ее лица кредитную карту лимитом 105 тысяч рублей. Впоследствии с нее было списано на чужой счет 8 900. Поняв, что она стала жертвой мошенников, потерпевшая заблокировала счет кредитной карты через электронный личный кабинет. Затем обратилась в полицию и в банк. Помните, что ваши персональные данные – это ценный товар для мошенников разного рода. Сообщив собеседнику данные паспорта или банковской карты, вы даете возможность аферистам распоряжаться не только вашими деньгами, но и загнать вас в долговую яму. Жительница Воркуты собралась в отпуск и нашла на популярном сайте объявление о сдаче жилья в Сочи. В переписке с арендодателем потерпевшая вела персональные данные банковской карты, после чего с электронного кошелька были списаны деньги. Воркутинка догадалась, что ее обманули и обратилась в полицию. Важно отметить, что женщина знала о различных видах мошенничеств, но все же передала злоумышленникам секретные сведения. Мошенники поджидают своих жертв в любой сфере. Хотите купить или продать что-либо – они готовы к сделке. Оформить кредит всегда подскажут. Съездить в отпуск сразу же помогут, вот только не вам, а себе. Поэтому прежде чем совершать какие-либо действия, хорошо подумайте о последствиях. Только ваша внимательность и холодный разум помогут защититься от цепких лап аферистов. Программа «Крик. Криминалкомментарий» подошла к концу. С вами был Иван Беречевский. Следующий обзор криминальных происшествий проведет в понедельник Эдуард Бушуев. До встречи в эфире.